С праздником, ребята! Я приношу извинения, потому что мы действительно затянули страшно с конкурсом, посвященным Андрею Миронову. 8 марта мы объявили его, а сегодня 9 мая. Поэтому именно сегодня, в День Победы, будем объявлять победителя. Но сначала несколько слов скажет вам мой папа. Дорогие друзья, все меньше свидетелей этой страшной истории война, все меньше ветеранов. И сейчас нас, стариков, уже опрашивают под рубрикой «Дети войны». Вот я дети войны. Я дети войны, потому что я в 6 лет был отправлен в далекую Сибирь, в эвакуацию. Я ел ненавысленный чеснок, чтобы не заболеть и не умереть от голода. Вот. И поэтому для меня это тоже такой естественно больной день и замечательный праздник. Вот. Поэтому я пользуюсь случаем вас. Поздравляю с ним. Вот. Это вот история со звезами на глазах. Это аббревиатура очень серьезная и точная. Вот со звезами на глазах. А что касается того, чтобы все улыбаться надо же, если ты идет выпить, я вот взял чего-то такого символические, а закусывать мы можем, конечно, в нашей программе только чем-то родным. Например, чем вот закусывал Андрюша Миронов, который, смотрите, 9 мая – День Победы, а 9 марта родился Андрюша Миронов. Это символика есть. Так что вот давайте совместим улыбку с грустью. Конечно же, вот такую закуску имел в виду мой папа, говоря о, кстати, любимом блюде Андрея Миронов. Это бычок в томате, который мы приготовили с Сергеем Цыгалем. Можете посмотреть в предыдущем нашем выпуске. Я присоединяюсь к поздравлениям и хочу поздравить вас с, пожалуй, к единственным праздникам со времен Советского Союза с Днем Великой Победы. Это действительно праздник очень грустный, в то же время радостный. Я очень не люблю, кстати, вот этот дурацкий слоган, типа «Еду на Берлин, можем повторить». Это какие-то такие идиотские шутки на эту тему. Что мы можем повторить? Миллионы, десятки миллионов погибших молодых ребят, десятки миллионов молодых вдов и детей без родителей. Никогда мы не хотим этого повторить. Мы хотим вспомнить тех, кто не пришел с этой ужасной войны. И мы хотим, чтобы такой войны больше никогда не было. Давайте за их память выпьем, закусим бычком в томате. И вернемся в наши дни, вернемся в радость, солнце и смех. Потому что ради этого погибали наши деды. Ради того, чтобы мы беседились и шутили, только очень радостно шутили. Ну, например, чтобы мы писали стихи, которые прислали нам очень много людей по поводу дружбы моего папы Андрея Миронова. И вот сейчас мы подведем итог этого конкурса. Наконец-то мы подводим итоги конкурса Андрея Миронова. В смысле, конкурса на лучшее их створение про Андрея Миронова, про дружбу его с моим папой. Прошло почти два месяца. И мы все никак не могли это снять из-за Ильи, который говорил, два месяца надо, чтобы было красиво. И мы объехали весь свет, чтобы искать самую красивую точку. В конце концов Илья сказал, давай будем снимать в Крыму. Я говорю, почему в Крыму? Он говорит, потому что там снимался фильм «3 плюс 2» с Андреем Мироновым. И будет символично, если на берегу, недалеко от того места, мы подведем итоги. Ну вот мы и в Крыму. Кстати, во все времена советского кинопроизводства киносценарий был обречен на успех, что его утверждали, что приглашались хорошие актеры, операторы, режиссеры. Если сценарист, драматург включал сцену на море, тогда всем сразу хотелось ехать и снимать. Ну вот так и сейчас мы оказались благодаря Илье на Черном море. Символично, что мы находимся в Коктебеле. Коктебель – это мекко-творческой интеллигенции 60-х годов. Я не знаю, но вполне вероятно, что Андрей Миронов тоже здесь тусовался, потому что здесь тусовались все его приятели, знакомые, и Высоцкий, и Евтушенко, и Акуджава, и Рождественский. В общем, вполне может быть, что Андрей тоже здесь присутствовал. Итак, я подвожу итоги. Как вы помните, два приза будет. Книга моего папы «Опережая некролог» и моя книга «Мемуары двоечных», где тоже много есть про Андрея Миронова. Пришло огромное количество стихотворений. Мы всех благодарим, кто нелениво относится к данным заданиям стихотворным. Вот я прочту несколько на выбор, а потом подытожим по опросу всех моих знакомых. В оценке участвовал и мой папа, и вы тоже, когда вы ставили лайки на то или иное стихотворение. Итак, Витя пишет. Я полчаса болтал с Андреем, внимал ему в глаза, смотрел. Миронов был меня умнее, но рядом с ним и я умнел. Я полчаса провел с ним рядом, и снова захотелось жить. И даже с самым горьким ядом меня теперь не отравить. Была с Андреем встреча наша почти реальна, потому что Миша Ширвинт с папой Сашей меня приблизили к нему. По-моему, очень хорошее стихотворение. Иван Обухов. Когда нам было грустно, жизнь паскуда, нам его в фильм увидеть было чудом. Идет с бриллиантами рука, и пропадает грусть тоска. Под красоту и ширь земли повторяем мы за ним, черт побери. Вот Иван Николаевич Обухов из Воронежа. Длинная поэма, немножко сбивался ритм, но все равно очень трогательно. Владислав Кугис. Увы, ушел от нас он рано, оставив яркий добрый свет. И мы опять, прильнув к экрану, Андрея видим силуэт. В давно исчезнувшей стране, чью память берегут нейроны, Жил с остальными наравне большой артист Андрей Миронов. Хорошая очень. Света П.П.Ц. Нет, я не плачу и не рыдаю, когда Миронова Андрея вспоминаю. Хоть много лет прошло, он с нами, он живой, мы восхищаемся его игрой. В заглавной роли, в коротком скетче он искрометен, элегантен, безупречен. Герой или подлец, слуга или господин, он уникален, он такой один. В любом амплуа, в любом жанре, поющий, танцующий твист, трагичный до боли, смешащий до колик, он с нами, великий, великий артист. И вот общепризнанный победитель Анастасия Набатова. Мы всей страной любили вас, и вы, кумиры миллионов, с экранов радовали нас, Державин, Ширвент и Миронов. Ах, как хотелось мне тогда плыть с вами в лодке, слушать шутки, вдыхая запах табака от вечной ширвентовской трубки. На той дороге, если б быть, где танцевал Андрей от счастья, Билет в театр раздобыть, где Фигаро сгорал от страсти. На тот балкон взглянуть тайком, где вы кутите, молодые, Где пьете виски с молоком, и все здоровы, все живые. Мне б мемуары почитать руководителя сатиры, О чем поклонница мечтать, как не о подписи кумира. И по размеру, и по духу, и по стилю, по-моему, это самое лучшее створение, И это первый победитель в нашем конкурсе. Она получает книгу «Опережайный некролог» моего папы. А теперь победитель второй, который получит книгу «Мемуары двоечника». Победителя зовут Зоя Р. И Зоя Р 10 лет. Она написала такое стихотворение. «Однажды шир и мир пошли на эфир, И съели прекрасный зефир, Веселые парни, мир и шир». Зоя, это мое личное мнение, моя книга, Поэтому я в этой гостинице, я директор, Я выбираю тебя как победительницу этого конкурса За лаконичность, за юмор и за то, что ты такая умница. Ты получаешь книгу «Мемуары двоечника». Не будь никогда двоечницей, дорогая Зоя. На этом конкурс заканчивается. Мы скоро придумаем какой-нибудь конкурс, Потому что Илья очень хочет на Мальдивы. Илья очень хочет на Мальдивы.